Пророки сказали, что пробуждение должно прийти с России, значит что-то должно произойти. Должно произойти единство тела Христова, значит должно какое-то сближение произойти. Значит есть ключи, которые мы не видим сегодня, а Бог говорит, вот они, получите. Вот почему мы здесь, почему мы это устраиваем. Для одного лишь вещи, Господь дай нам ключ, дай нам ключ, чтобы то, что зависло сегодня над нашей страной, оно потекло и превратилось в целый шторм. В целый шторм движения Божьего, движения Божьего. Мы не удовлетворены тем, что было в 90-х, в 2000-х должно быть больше. Потому что слава последнего храма намного больше предыдущего. Поэтому хватай, просто хватай это от Господа. Потому что каждый, кто служит здесь, он что-то несет на себе. А не помог священник, потому что он ей сказал, иди, вера твоя спасла. Так же и тебе кто-то поможет, кто-то снарядит. Аминь. Поэтому, знаете, друзья мои, для нас огромная честь и огромная привилегия. Почему я вышел сюда? Для того, чтобы сказать, знаете, чтобы мы сделали кое-что сегодня. Я верю всем своим сердцем. И мы все, кто организовывает эту конференцию, мы верим всем своим сердцем, что это исторический момент. Для нас это очень дорого стоило. Мы оплатили приезд каждого проповедника. И мы оплатили это все верой. Мы не знаем, как и что. Но мы понимаем, это не стоит, вообще не стоит. Пробуждение стоит дорого. Деньги не так важны. Но знаете мы что, когда мы с Сергеем молились и думали об этом, еще год назад, когда Джан Лук говорил нам об этом, мы поняли, это история, которая должна писаться. Это история, пророческая история, которая должна писаться в нашей стране. И знаете, кто мы здесь? Мы все соучастники этой истории. Ты не просто приехал сюда, ты становишься соучастником целой истории. Я верю всем своим сердцем, что когда ты уедешь после этой конференции, что-то поменяется внутри тебя. Произойдет такая радикальная перемена. Ты станешь другим. Понимаете, когда мы первый раз приехали в Бефл, я приехал домой, моя жена на меня смотрит и говорит, ты другой. Я говорю, что во мне изменилось? Я тот же самый. Говорит, нет, ты другой. От тебя дышит что-то другое. От тебя вкусно пахнет, пахнет небом. И я сказал, вот оно. Понимаете, мы получаем вирус, против которого нет противоядия. Культура неба – это то, что нужно для нашей страны. Есть что-то запечатанное глубоко внутри. Но Бог, Он распечатывает нас. И поэтому сегодня я приглашаю вас стать частью этой истории. Знаете, что мы сделаем сейчас? Мы соберем особое пожертвование сейчас. Это даже не будет пожертвование. Знаете, что? Это будет семя в историю. Семя в начало. Семя в то, что должно происходить в нашей стране. Не относись к этому как пожертвование. Отнесись к этому как семени в то, что ты хочешь видеть в нашей стране. То, что ты хочешь видеть в своей церкви. То, что ты хочешь видеть в своем городе. То, что ты хочешь видеть. То, за что молились мы столько много лет. То, за что молились пророки. Что они видели в будущем, что должно происходить в нашей стране. Давайте посеем в эту историю, которая сегодня пишется нашими с вами руками. Аминь. Давайте сделаем это во имя Иисуса. Аминь. Сегодня, когда Джан Лук будет служить, я верю всем своим сердцем, что Дух Святой будет что-то делать невероятное. Столько много чудес будет происходить. Сегодня, когда проповедовали мужи Божьи, Билл Джонсон, Бен Фитчеральд, календа, знаете, я сегодня сидел и я плакал, потому что такое ощущение, что они вбивали такие гвозди. Они так, знаете, вбивали просто такие гвозди. И они вот так вот просто давали тебе ключи, чтобы распечатать то, что сидит внутри тебя, вот эта сила, вот этот ангел, вот этот внутри тебя. Знаете, я когда сидел, я думал, Господи, Боже мой, и это у нас здесь, в Сибири, в Красноярске, мы об этом подумать не могли, мы об этом мечтать не могли, но это происходит. И вы знаете что? Я верю, что это будет в каждом городе нашей страны, в каждом городе нашей страны, что эта волна подымается так сильно, что ее невозможно остановить, невозможно остановить. Поэтому давайте это сделаем во имя Иисуса. Иисус. 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 Давайте встанем в присутствие Божьей. Построю на крови Христа Навек надею, что я свою Других имен не признаю Лишь верю и в них встану Его святой крови завет Хранит меня в потоках бед Когда все рушится кругом Я нахожу опору в нем Лишь Христос, камень мой Силу даст Его любовь Так же, что Он Господь Бог встану Его святой крови завет Хранит меня в потоках бед Когда все рушится кругом Я нахожу опору в нем Я нахожу опору в нем Лишь Христос, камень мой Силу даст Его любовь Так же, что Он Господь Бог встану Бог встану Бог встану Так же встану Он Господь Он Бог встану Бог встану Лишь Христос, камень мой Силу даст Героям любовь Так же, что Он Господь Бог встану Бог встану Когда во славе Он грядет Пусть верным Он Меня найдет Одетым в брак Видно святым Чтоб без петна Предстать пред Ним Бог встану Бог встану Его Остану Встану Остану Встану Остану Остану Лишь Христос, хамень мой, Силу даст Его любовь, Даже чтоб Он Господь Бог Всего. Лишь Христос, хамень мой, Силу даст Его любовь, Даже чтоб Он Господь Бог Всего. Он 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 Бог Всего. Аллилуйя, 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 Он Господь Бог Всего. Он Господь Бог Всего. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя! 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 Свят Господь! Аллилуйя! 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 Свят Господь! Аллилуйя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Пророчество Боба Джонса о России Он видел, что поднимается поколение Он увидел, как Красная Армия идет Он испугался И ему Бог сказал Это не Красная Армия Это молодежь, омытая кровью Иисуса Я не знаю, кто как это пророчество понимает Но мне тогда было лет 16 Мне тогда, когда он получил это пророческое слово Мне было лет 16-17 Я не знаю, как вы это верите Я принял, что я и есть эта молодежь Я и есть эта молодежь Омытая кровью Иисуса И мое поколение Дьявол хотел убить наркотиками Дьявол хотел убить в разной мафии, преступлениями Он хотел нас просто, чтобы мой год Вот я 72-го года И он хотел, чтобы нас просто не было 69-й, 70-й, 71-й, 74-й, 73-й, 72-й Он просто хотел, чтобы нас не было Он просто задумал убить нас Но мы именно то поколение Кого Иисус омыл кровью Для того, чтобы идти в этом сезоне И для того, чтобы совершать великие дела Божьи на этой земле Я принимаю, что я и есть это поколение Я не случайно спасся Я знаю, что это пророчество Оно живо и действенно И мы находимся прямо сейчас Посреди воплощения пророческого слова Как однажды Бог возбудил дух царя Кира Бог возбудил дух царя Кира Язычника, чтобы во исполнение пророческого слова Во исполнение пророческого слова Ух! Мы находимся в этом моменте Мы находимся в этом моменте Мы здесь, прямо среди чудес Мы прямо здесь, среди воплощенного слова Божьего И я благодарю Бога за каждый прожитый день в нем Я благодарю Бога за каждую его проявленную силу Его могущество За все его чудеса, которые уже здесь И мы возносим тебе всю хвалу За каждого За каждого За каждого спасенного За эти годы Начиная с 90-х Конец 80-х 90-е Мы благодарим Бога за все, что Бог делал в России Это все была лишь волна, разгон Для того, чтобы сейчас В 2019-м Сейчас, в этом сезоне Бог начал новую волну Новая стратегия приходит Новые откровения приходят Новые проявления приходят Новые возможности приходят Бог делает новое 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 Прямо сейчас В этом сезоне И мы благодарим Бога Здесь помазание Я не хотел этого ничего делать Здесь помазание Оно здесь Прямо здесь Во всем зале Здесь сила Божия Здесь Дух Святой двигается. Он делает свою работу. Здесь все шатается. И я бы хотел вас всех попросить, чтобы мы просто горячо, очень горячо поприветствовали одного мужа Божьего, великого человека, который так сильно поверил в нас, поверил, что это можно сделать в России, который был одним из ключевых людей, чтобы вдохновить. И это мероприятие случилось. И каждый раз, когда мы общались с Жан-Люком, меня поразил один момент, который был в Риге, когда я был на Авэкинг. Я ему сказал, молитесь за нас, нам нужно то, что вы делаете. Он встал на колени и сказал, молись за меня. И это потрясло меня. Он говорит, на тебе помазание, давай молись за меня ты. Я растерялся. Я сначала что-то там бормотал, а потом на меня начала сходить сила. И пророчества, и слова Божьи потекли из меня. И поэтому я хочу вам представить великого человека Божьего. Он действительно великий в Боге. Он великий в Его имени. Великий в Его видении. И мы очень рады вас приветствовать. Жан-Люк. О, Найкен. О, Найкен. Я настолько благодарен и почтен, что Ты создал меня для этого сезона. Я благодарен за своих родителей, за прародителей, за всех, кто служил Господу. И я настолько благодарен, что в возрасте пяти лет Ты спас меня, Иисус. Ты мой Спаситель, Иисус. По этой причине я живой. Потому что Ты дал мне свою жизнь. Жизнь с избытком. И я молюсь, Отец, чтобы сегодня каждый на этом месте мог получить эту жизнь сегодня. Те, которые смотрят нас у себя дома, чтобы вы получили эту вечную жизнь. Иисус есть путь, истина и жизнь. Спасибо, Отец, что в возрасте шести лет Ты открыл небеса над моей жизнью. И Ты излил Свой Дух на меня. С огнем, который я до сих пор чувствую сегодня. И в этом огне Ты призвал меня идти в нации. Проповедовать Евангелие и исцелять больных. Вот я, Господь. Вот я, Господь, здесь, в этой прекрасной стране России. Дух Святой, я нуждаюсь в Тебе. И не забудь завет, который мы заключили с Тобой. Я сказал, что я готов слушаться Тебя, когда мне было шестнадцать. Но я попросил Тебя, чтобы Ты наполнил мои уста с Твоими словами. И что Твои слова, Твоя проповедь, она была подтверждена демонстрацией силы. И поэтому сегодня я сдаюсь. Я сдаюсь себя Тебе. И я молюсь, чтобы Ты взял лидерство над этим вечером. Я люблю музыку, которая играет. Но я люблю Тебя больше. По этой причине я живой. Чтобы быть партнерами с Тобой. Чтобы сегодня вечером Ты прославила Иисуса. Отец, спаси души сегодня. Исцели больных. Болезни, которые возможно вылечить и невозможно. Сделай это. Дух Святой, двигайся. Как ты хочешь двигаться. Мы хотим следовать за Тобой. Ты пообещал мне сегодня. Ты сойдешь, как река. Не только сегодня. Но это что-то новое, что ты делаешь в России. И поэтому, Дух Святой, я приглашаю тебя. Ты есть Дух пробуждения. И это то, что мы хотим. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Подними свои руки. Попроси сегодня Его посетить тебя. Он здесь. И если ты болен, ты на правильном месте. Потому что Он исцелит тебя сегодня. Если ты потерян, Он спасет тебя. Если ты демонизирован, Он освободит тебя. Я хочу прочитать это над тобой. Это как пророчество над Россией. Псалом 104, 41 стих. Разверз камень. И потекли воды. Потекли рекою по местам сухим. И Он сказал в Исайе 59, стих 19, И Он сказал, на Западе убоятся имени Господа. И на Восходе и на Западе они прославят Его. Потому что Он придет, как бушующий прилив, который Духом Божьим водимый. Господь, я молюсь, чтобы ты пришел сюда, в Россию, как бушующий прилив, которые мы будем с Твоим дыханием. Дыши над нами сегодня, Господь. Дыши над этим местом, Господь. Дыши над Россией, Господь. с Запада на Восток. Там, где почитают Твое имя. Дыши. Дыши над дыханием, которое идет прямо от Тебя. И сделай это сегодня вечером. чтобы эта река, как дуновение Господа, чтобы это захватило Россию во имя Иисуса. Я иногда люблю старые песни. И у меня вот с этого дня есть эта песня, которая звучит во мне. Эта песня звучит так, «Пусть Твое дуновение будет на мне». Я не знаю, если вы знаете эту песню. Я бы хотел, чтобы вы пели со мной. Жалко, я не говорю по-русски. Но это красивая песня. Я уверен, что некоторые из вас знают ее. Я бы хотел, чтобы мы молились ей, как молитвой. Потому что это то, что Бог хочет сделать. Дышина. Дышина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не певец, но я люблю поклоняться Богу. И мне не важно, пою я правильно или неправильно. Я люблю поклоняться Богу. Вы можете спеть со мной? Субтитры создавал DimaTorzok Я слышу множество разных песен. Но я хочу, чтобы мы спели эту песню. Я приветствую тех, которые только приехали сегодня. Я не хочу извиняться, но я извинюсь, потому что я вежливаю, потому что я со Швейцарией. Но я полностью пьян. не из-за водки, не из-за вина, но из-за Духа Святого. Я хочу спеть. Я хочу спеть. Я хочу спеть. Я чувствую, я буду спеть. Я хочу, чтобы я хочу, чтобы я работаю в... в ответ за лето. Ты знаешь эту песню, мы ее петь. Брит... Да, правильно. Брит от Бога, правильно. Правильно. Брит от Бога, чудный Дух Святой, нежный Дух Святой, чудный Дух Святой, люблю тебя. Поймем Иисус, я Айадо. Иисус, я Айадо. Иисус, ты чудесный, Иисус, я склоняюсь пред Тому. Я хочу, чтобы вы забыли свои инструменты и пели вместе с нами. Пожалуйста, не как инструменты, просто поклоняйтесь вместе с нами. Я полагаю. Каждый поднимите свои руки. Я свое сердце пред Того. Даже Ашеры — техническая служба. Я склоняюсь святость, и злей помазань огонь. Иисус, я склоняюсь. Иисус, я склоняюсь. Иисус, я склоняюсь пред Тому. Иисус, я склоняюсь. Иисус, я склоняюсь пред Тому. Иисус, я склоняюсь. Иисус, я склоняюсь пред Тому. Иисус, я склоняюсь. Иисус, я склоняюсь. Иисус, я склоняюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и принесет жизнь и жизнь с избытком во имя Иисуса сегодня вечером здесь Он на этом месте Он здесь на этом месте и как пастор Билл сегодня сказал потому что Царство Божье это не просто питье и еда это праведность это мир мир значит шалом а шалом значит здоровье значит исцеление значит освобождение и радость в Духе Святом потому что Царство Небесное это то что говорит 1 Коринфянам 4 потому что Царство Божье оно не сделано из слов но это демонстрация силы и там написано 1 восьмой стих вы получите Духа Святого силу вы получите Духа Святого силу потому что Царство Небесное Божье Божье оно не сделано только из слов но это демонстрация силы это причина по которой пришел Иисус у меня есть хорошие новости сегодня Иисус на этом месте тот же Иисус который пришел года на эту землю он сегодня на этом месте и через Святого Духа он живой через Святого Духа он живой на этом месте и все возможно все возможно все возможно если ты на инвалидном тресле все возможно если ты слепой все возможно если ты глухой если у тебя есть рак если ты болеешь от лейкемии сегодня потому что Иисус на этом месте все возможно потому что Он сказал это то, что Он сказал почему мы здесь сегодня вот то, что происходит здесь потому что Царство Небесное оно пришло сюда потому что Царство Небесное оно здесь рядом с тобой потому что Царство Небесное оно исцеляет тебя и Царство Небесное потому что это демонстрация силы и поскольку Он здесь сегодня И сила Божья проявлена на этом месте, чтобы исцелять больных. Поэтому не отвечай на мой вопрос. Просто попроси, чтобы он коснулся тебя. Не просто получить словознание. Даже если я буду двигаться в этом. Просто дыши. Просто дыши. Поэтому я прошу, подними свои руки. И не смотри на Жан-Люка. Я не могу ничего сделать для тебя. Но Иисус может сделать все. Потому что Он сказал всем нам. Царство Небесное. Оно рядом с тобой. Через Святого Духа. Царство Божье. Царство Божье. Через Святого Духа. Там есть исцеление. Во имя Иисуса. Я повелеваю всякой боли. Всякой болезни. Оставить во имя Иисуса. Кто-то только что исцелился. Паралич. Паралич. Кто-то не мог двигаться. Где ты? Где ты? Это вы. Я поэтому чувствую. Женщина. Я чувствую присутствие здесь. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Царство Небесное. Он не идет через мое брызги или через мой крик. Но Царство Небесное идет рядом с тобой через Святого Духа. Не силой. Не силой. Но через Святого Духа. Встань на свои ноги. А теперь начни ходить. И двигайся. И двигайся. Это правильно. Дайте мне место. Это правильно. Через Святого Духа. И Он сегодня здесь. Он сегодня здесь. Просто двигай своими руками. Это Дух Святой. Я повелеваю этой руке быть исцеленным. Мускулам быть исцеленными. Во имя Иисуса. Жизнь. 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 Во имя Иисуса. Как вы себя чувствуете? I'm feeling good. You feel good? What do you feel? I feel that I'm completely healed. That's the presence of God. Потому что присутствие Божье. Когда оставляет это место. И когда вы уйдете отсюда. Если ты сегодня на этом месте. И у тебя есть паралич. Я не могу видеть каждого. Здесь много людей. Но Царство Небесное. Это как река на этом месте. И когда река. Когда эта река заполняет регион или какой-то город. Много лет назад это был как потоп в моем доме. Вода, она просто зашла везде. Вода, даже все помещения, которые были закрыты. Вода туда вошла. Сегодня. У меня есть хорошие новости. Дух Святой. Он как река. Во имя Иисуса. Как вас зовут? Галина. Галина. Это красивое имя. Иисус очень тебя любит. Давайте. Я чувствую, как ангелы исцеления на этом месте. Во имя Иисуса. Делай то, что ты не могла делать до этого. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Где тот человек здесь тоже находился? У кого-то были проблемы с коленами. У вас есть проблемы с коленами. Во имя Иисуса. Бог прикоснется к тебе. Кто здесь сидел? Кто сидел рядом с тобой, Галина? Бог хочет исцелить. Кто сидел рядом с тобой? Никто был там. У кого на этом ряду есть проблемы с коленами? Бог хочет дать тебе полностью новое колено. И это и есть Царство Небесное. Царство Небесное полно чудес и исцелений. И сегодня просто пригласи Царство Небесное через Святого Духа. И поэтому мы приглашаем Святого Духа. И мы говорим, Дух Святой, добро пожаловать на это место. И поэтому мы поем, дыши во мне, Дух Господень. Дыши во мне, Дух Господень. Где человек, у которого проблемы с коленами? Это вы. Мне нужна молитвенная команда. Во имя Иисуса. В Духе. Через Святого Духа. Какое колено? Это правило. Нет, слушайте. Есть полностью новое колено здесь. И это полностью новое колено с Небес. И у меня есть хорошие новости, мадам. Это колено бесплатное. Потому что Иисус заплатил за него. Две тысячи лет назад Он пошел на крест. И Он сказал через Его раны. Все, что Он может сделать сегодня. Потому что это через Его раны. Ты исцелена. Посмотри на меня. Все уже сделано. Через Святого Духа, Который здесь. Я беру в Царствие Божьем эти полностью новые колена. И я высвобождаю их на эту землю для Твоей ноги. Я высвобождаю полностью новое колено во имя Иисуса. Новые мускулы. Новые нервы. Новые кости. В Твоем Иисусе. В Твоем Иисусе. Посмотри на меня. Сделай то, что ты не могла делать до этого. Не прикасайтесь, это уже сделано. It's true. What is true? Что правда? Я не могла вот так сесть. I couldn't sit like this before. Господи, спасибо. Я не могла вот так сесть. God, thank you. I couldn't do this before. What's your name? Как вас зовут? Natasha. 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 The kingdom of heaven is all over you. And it's just coming in your knees. With a demonstration of power. Today, if you are here, сегодня, если ты здесь, и тебе нужно чудо, пригласи Святого Духа в the kingdom of heaven. Потому что Царство Небесное оно не состоит из слов, но из демонстрации силы. How is your knee? Как ваше колено? Я могу сидеть. Now I can sit. Правда. It's true. Я верю, что это правда. Во имя Иисуса. Полностью новое колено. Если ты нуждаешься в чуде, скажи, Иисус, Иисус, И я люблю тебя. Иисус, я люблю тебя. И твое святое имя. Давайте все вместе споем песню. Давайте еще раз споем. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, и мятец. где вы сидели стояли я вижу виктора там стой там где ты находишься вам нужно чудо в вашем сердце это верно этот виктор тебе нужно чудо в твоем сердце это верно меня шея это не сердце я грешность виктор у него он нуждается в чуде сердце я вижу что как сердце бьется там это так интересно что на протяжении нескольких месяцев я вижу если ты находишься где-то там и тебя зовут виктор я хочу чтобы вот и так помахал руками это верно и тебе нужно исцеление в сердце это верно я вижу множество рук но мне нужен один мужчина которого зовут виктор пожалуйста посмотри на меня друг мои руки слишком короткие чтобы прикоснуться к тебе там где ты есть но у меня есть хорошие новости потому что руки божьи не маленькие они не маленькие чтобы прикоснуться там где ты есть не силой не нашими способностями но челюсть святого духа я говорю что новое сердце я высвобождаю тебя прямо сейчас во имя иисуса во имя иисуса виктор сделай то что ты не мог делать до этого но в прошлом году мужчина пришел на наше собрание и я видел такие же вещи в моем маленьком и этот человек вернулся обратно в больницу и они проверили его в университете женевы и профессор сказал что ему остается жить только несколько месяцев но когда в декабре они сделали они нашли у него полностью новое сердце двадцатилетнего мальчика виктор ты получил новое сердце новое сердце новые клетки кровяные я не доктор но я это вижу и я высвобождаю это над тобой во имя иисуса я вижу все ваши болезни я вижу многие но бог видит все но то что привлекает иисуса это не наши нужды это наша вера сегодня только веруй у меня есть прекрасная проповедь но я не буду проповедовать потому что сила божья на этом месте но годы назад маленькая девочка жила в сирии она была рабом для генерала в сирии и у этого генерала первоначальника у него была проказа он умирал из-за проказы это ужасная болезнь но это маленькая девочка он сказал если ты пойдешь в израиль там есть пророк и он вас зовет к имени господа и имя этого бога ягова рафа он может исцелить тебя если ты пойдешь туда и этот военный начальник он пошел в израиль и он пошел встретиться с пророком а пророк не хотел говорить с ним он сказал иди в реку Иордан и окунись семь раз военный начальник был очень обижен может быть как ты сегодня обижен потому что я не могу к тебе прикоснуться но у меня есть хорошие новости для тебя я не могу прикоснуться к каждому но Бог может прикоснуться к тебе тебе нужно следовать инструкциям и пророк ему сказал и иди в Иордан окунись семь раз он не хотел идти туда но из-за того что люди сказали сделай это, это легко и он сказал если пророк попросит тебя что-то трудное ты должен это сделать но это было легко и он пошел один раз ничего не произошло второй раз ничего не произошло третий раз он был разочарован и он был очень умным и он говорил ты генерал не будь глупым будь Dwight а он сказал Лог morte и он сказал пожалуйста сделай это еще раз как мы сегодня говорим сделай еще раз не сдавайся не сдавайся это произойдет для тебя маленькая девочка это произойдет для вас не сдавайся и он дорог Jews 4-й раз ничего не произошло, 5-й раз ничего не произошло, 6-й раз ничего не произошло, и затем, вот что произойдет сегодня, и он повиновался инструкциям, и еще раз окунулся в эту реку, и когда он вышел из этой реки, сила Иоговы Рафы исцелила его полностью, и он был освобожден от проказы. Сегодня у меня есть хорошие новости, здесь нет Иорданской реки в России, но здесь есть более сильная река, это река Святого Духа, которая течет сегодня, сегодня, только верой, это и есть инструкция, не важно, ты католик или харизмат, или ты православный, или ты протестант, или евангелист, только веруй, и сегодня, в то время как ты веришь, и как Библия говорит, Он тот, кто прощает наши грехи, он очищает наши грехи, и он исцеляет нас. Сегодня, это только начало для России, река Святого Духа, она начала течь в вашей стране, и эта река, она захватит всю вашу страну, она очистит атмосферу, река Святого Духа, и она будет в контакте с водой, которая была инфицирована, но там будет новая чистота, у меня есть хорошие новости, что Царство Небесное, через Святого Духа, оно проявит себя в России через силу, очистит и исцелит, для тех мест, куда вы больше не можете идти, потому что это загрязнено, Царство Небесное захватывает вашу страну с рекой, с рекой Святого Духа. Сегодня, входи в эту реку, просто окунайся в эту реку, поклоняясь Иисусу. И когда мы поем Иисус, эту песню, мне нужна команда прославления сейчас. Это не время делать программу, это время течь в реке. Давайте, мне нужна ваша помощь. Скажите Иисус, я склоняюсь просто в Духе. Все закройте свои глаза и поклоняйтесь Господину. Это верно, мой друг. Давайте споем все вместе. Это и есть путь. Ты склоняешь себя и ты ставишь свою веру в Иисуса. Он единственный спаситель этой страны. Только Иисус может спасти Россию. Никакая религия не может это сделать, потому что Он над всем. И я уважаю все религии, но и любезного Бога, единственного спасителя, единственный путь, единственная истина, единственная жизнь. Сегодня, если у тебя нет Иисуса в твоей жизни, Библия говорит, у тебя нет жизни. Поэтому причине ты потерян. Но у меня есть хорошие новости. Иисус умер на кресте за все грехи, которые ты сделал. И если сегодня ты воззовешь к Ему прекрасному имени, к Иисусу, и Он спасет тебя. Он спасет твою жизнь от всего того, что ты для дьявола сделал. Он освободит тебя от греха. Потому что грех это как проказа. Он начинается от кончиков пальцев. И так потихоньку Он разрушает все тело. И Он входит глубоко, чтобы принести стыд, что тебе нужно уйти, пока ты будешь полностью раздружен. Но благая новость в том, что Иисус пришел, чтобы освободить тебя от греха. И когда проказа пришла на Иисуса, я хочу, чтобы ты исцелил меня. И Он скажет тебе, я исцелю тебя. Будь исцелен. Я хочу, чтобы сейчас каждый закрыл свои глаза. Потому что это самое важное время. Я не проповедовал свою проповедь. А я ее приготовил очень хорошо. Но мне не важно. Потому что я голоден и жажду Бога. И Его присутствие это самая важная вещь. Я люблю проповеди. Я люблю, как Билл проповедовал сегодня. Это было полно откровений Божьих. Полно Его присутствия. Я наслаждался проповедью моего брата Дэниела. Это было настолько сильно. Я наслаждался проповедью. Но сегодня мы двигаемся в другом направлении. И вода реки она поднимается. Если ты только веруешь, она начнет подниматься и захватывать все части твоего тела. Начинается с твоих ступней. Может быть, ты ничего не чувствуешь. Но если ты веришь, вода будет подниматься. И если ты не веришь, я верю. Я верю за тебя. И у меня есть достаточно веры, что эта вода Святого Духа принесет здоровье для твоего тела. Но сегодня первое чудо, которое мы хотим сделать. Несмотря на то, что исцеление происходит во всем этом месте. Карла. 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 Здесь есть Карла. Рядом с Виктором там есть женщина Карла. Карла. Где Карла? Где-то рядом с Виктором. Если это ты, подними свои руки. Не бойся. Потому что он хочет восстановить твои зубы. Он хочет дать тебе полностью новые зубы. Если ты там. Туда, куда я указываю сейчас. Я вижу полностью новые зубы. Я не говорю по-русски, но если тебя зовут Карла, помаши вот так своей рукой. Помаши своей рукой. Где ты? Где? Помаши своей рукой. Я думаю, что это Карла. Клара. 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 Лара. Лара. Это русская. Лара. Лара. Клара. Что-то там у тебя. Если вам нужны зубы. Чудеса происходят по всему этому месту. Просто эта река сейчас поднимается И я чувствую это в духе Потому что я не могу подойти каждого Потому что слишком много это происходит Ну, Клара Если ты не придешь, я сейчас сам подойду к тебе Зубы Во имя Иисуса Не с силой Но через Святого Духа Я высвобождаю Полностью новые зубы Во имя Иисуса Я хочу, чтобы каждый сейчас встал на свои ноги И закрыли свои глаза Как вода поднимается И исцеление сейчас на этом месте Мне нужно двигаться за Святым Духом Мне нужно ребенок, который верит Ты веришь? Ты веришь? Ты хочешь, чтобы тебя Бог использовал? Очень сильным образом Я хочу, чтобы ты подошел с нами Бог проговорил ко мне Ты согласна пойти со мной? Бог сделает то же самое, что Он сделал в Дне Апостола Я хочу, чтобы вы поставили свет на нее Я хочу видеть тень от этой девочки Пожалуйста, мне нужна сейчас помощь Я не знаю, как это сделать Я чувствую, как это движется Мне нужно сейчас Ашери, которые помогли бы просто прожектором посвятить на нее И мне нужна ваша помощь сейчас Я хочу почитать тебя Вы были способны сделать это место Потому что мы не могли пойти на стадион В это время В следующий раз Мы пойдем на стадион Следующий раз Я говорю, пастор Мы пойдем на стадион Я говорю это вам Следующий раз Потому что у нас есть вера Бог, который из невозможного делает возможное И мы пойдем на стадион И не только на стадион в Красноярске Но на стадионы других городов И если у тебя есть Возьми это Верой Мы заполним стадионы в России Москва будет спасена Я говорю, Москва будет спасена Санкт-Петербург будет спасен Новосибирск будет спасен И все другие регионы Во имя Иисуса Я провозглашаю В духовной реальности Россия будет спасена Во имя Иисуса И не только Не через 20 лет Сегодня Во имя Иисуса Каждый закрой свои глаза сейчас Сегодня Если ты здесь Ты никогда не отдавал свою жизнь Иисусу Это твой вечер Это не время для динаминации для России Это время спасения Бог, Он тебя не осуждает сегодня Но Он широко открывает Свои руки И Он приглашает тебя По твоему имени И Он говорит Сегодня Я хочу спасти тебя Поэтому и по этой причине Кажется Я хочу спасти тебя